Даже ни в какое сравнение не идёт с тем зданием. Здесь просто замечательно. Они перебрались сюда только день назад. Маленькой Маше пока больше всего нравятся кровати. Мягкие, большие. Мама Оля же говорит, здесь хорошо, как в санатории. Даже уезжать никуда не хочется. Настолько шикарные условия, я бы сказала. Мы даже не ожидали, когда зашли в первый раз на отделение, что мы увидим здесь именно то, что увидели. Натяжные потолки и отдельные душевые кабины. Это просто из области фантастики. Персонал же детской областной больницы хозяйничает здесь уже двое суток. Забот было много. За короткое время перевезти всё оборудование, медикаменты, переместить пациентов, начистить до блеска полы, окна, двери и мебель. Шутят. И правда, переезд двум пожарам равен. Но успели вовремя. К официальному открытию подошли уже полностью готовыми. Сегодня мы присутствуем при историческом событии. Сегодня мы открываем уникальный медицинский комплекс. По техническому оснащению, равных которым нет на северо-западе. И, конечно, поражает сам масштаб этого строительства. 55 тысяч квадратных метров. 36 тысяч квадратных метров полезной площади. Открытие на самом деле долгожданное. Ведь раньше областной детской больнице приходилось арендовать 7 этажей взрослого стационара. В новом же здании 5 блоков. И здесь могут лечиться около 500 малышей. Причем лечиться в комфортных условиях. В огромных просторных палатах есть кровати и для ребенка, и для родителя. Причем все, в отличие от старого здания, по санитарным нормам. Площадь на одного человека не менее чем 6 квадратных метров. А еще в каждой комнате есть отдельный душ и туалет. А это будет отвлекать от болезни. В каждом отделении есть по игровой комнате. А в холлах между палатами надувные горки и бассейны с шариками. Впрочем, уникальное здание не только в его комфортности, но и, что особенно важно, в оборудовании. В самом современном. В нашей области такой модификации всего два аппарата. По мощности напряжения магнитного поля всего два. Только на этом аппарате, магнитно-резонансном томографе, можно исследовать изменения в центральной нервной системе. Причем исследовать безопасно. Никакого вредного излучения. А вот эта машина – уникум. Таких в России только три. Компьютерный томограф – одно из новейших модификаций. Большой плюс этого оборудования – то, что это неинвазивный метод исследования, высокоинформативный и довольно-таки быстрое исследование проводится. За несколько секунд можно получить анатомические срезы практически всего тела человека. И это только два аппарата из объемного списка оборудования. Львиная доля из четырех миллиардов, потраченных на больницу, ушла на оснащение ее по последнему слову техники. Четыре стационарных рентгеновских комплекса, пять передвижных, новейшие операционные, отделение онкогематологии, реанимации. Умная электроника используется и для обеспечения безопасности. Вот отсюда осуществляется все видеонаблюдение больницы, то есть стационара и поликлиники. Все расписано по блокам. Вот видите, тут блок В, В – верхний ряд, А – средний ряд и В – нижний ряд. За холлами, коридорами и лестницами следят 145 камер. А еще в скором времени сюда будет организован вход по пропускам. Каждый работник, пациент и родитель получат электронную карточку. Дарья Анфиногенова, Алексей Романов, Новости Вологды.